Всем привет! Вот и настало поговорить. Настало время пообщаться на тему личных границ здесь с турками, с семьей, вообще с людьми. И немножко хочу своего опыта дать вам советы, которые очень пригодятся, кто здесь не только планирует замуж выходить, а работать с турками, или жить, или как турист приезжать на какое-то продолжительное время, не на две недели. Вам эти советы очень помогут. Это личный мой опыт здесь, мои выводы, которым я пришла. И знала бы я все это раньше, или девчонки, которые только переезжают, особенно которые выходят замуж, потому что они налаживают отношения именно с близкими, с родственниками мужа, новыми своими родственниками и так далее. Это такие важные моменты, которые потом, если допустить ошибки, выходят боком. И вы потом от этого сами начинаете мучиться и страдать. Довольно-таки неприятно складываются у кого-то проблемы. Потом выровнять из этих личных границ, расставить их обратно очень трудно. Если вы считаете, что такие видео у меня на канале полезны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь им в социальных сетях, конечно. Итак, по поводу личных границ. Кажется, что вообще у восточного народа, не только у турок, личные границы отсутствуют. Честно скажу, нет, они есть. Но я бы сказала на турецкий манер, что личные, не личные границы, а границу очерчивают турки аипом, позором. И если ты скажешь, аип, блин, стрёмно, позорно и так далее, это как какой-то табу, стоп, баст, остановись, хватит, вот она граница. Они границу чертят вот этим словом аип, этим позором. Это их красная черта, после которой так делать нельзя. Но это неправильно, это не по психологии, это их своя, скажем так, личная додумка турецкая, да, которая пришла, скажем так, их инициатива из культуры их, да. А расстанавливать границы свои по, скажем так, по-другому, по психологии, по жизни, как они не умеют, у них все считается не очень красиво, дурным тоном. Поэтому, если прям уж совсем тебя заколупали, достали и так далее, проще сказать аип, позор и так далее, тебя быстрее, вот так скажу, это коронное слово, благодаря которому тебя быстрее поймут, что ты имеешь в виду, да. Если ты скажешь, мне не нравится, что вы ко мне приходите в гости или там что-то такое, давайте будете приходить по звонку, тебя не поймут, да. Если скажешь ты фразой, блин, там, например, обла от соседки, да, я только проснулась в 9 утра, ты мне уже приперлась на кофе, хоть и со своей там очмой пачи, да. Ну, аип, вообще-то, я еще не умылась, там, не знаю, ребенка не накормила, мужа на работу не отправила, ты уже приперлась. Если вы это скажете вот так, а-ля, аип, ты что, пришла? Это одна история, она это поймет, да. А если вы будете говорить по-другому, без слова, аип, какими-то другими словами вежливыми, там, ненаездными и так далее, она не поймет, что не так. Она не поймет, что это стыдно, но она скажет, ну, я пришла в гости, а что, я же тебя люблю, ты моя любимая соседушка или там подруженька, я освободилась, все к тебе приперлась. Да я тебе сейчас сама помогу кофе там сварить, завтраком ребенка накормить, он же подружки, сейчас мы с тобой все вместе это сделаем. То есть, понимаете, да, то есть их слово, вот это а-ит, не только позор там волшебный, они этим словом расставляют личные границы. И вам что-то не нравится, человек не останавливается, давит, лезет куда не надо, задает личные вопросы, вы всегда говорите, там, например, об лабе, это а-ит спрашивать, больше не надо, или а-ит у меня так не принято, вот тут тоже классная фраза, типа, а-ит у в моей стране или там, у нас, а-ит у нас так не принято спрашивать. Все, а-ит в этом плане, это стоп-сигнал, и они действительно не знают культуру других стран, и они могут, ну, даже если это не так, они могут вам поверить, что в вашей стране именно вот так не принято. Дело может не в вашей стране, а в ваших личных границах вашей семьи, вас так воспитали, и в обществе, в котором вы родились, и жили. В общем, всегда используйте вот это слово а-ит, но это не только там просто позор какой-то, я имею в виду, что это такой стоп-сигнал, когда они знают, что после этого делать так нельзя, потому что они, важно, что подумают, общество и так далее, все это определенное стоп-слово у них. Вообще, как расставлять границы с турками, самое главное, пока вот девчонки, если он кто переезжает, поймите, пока вы будете молчать и думать, я ж тут новенькая, я ж ничего не знаю, если они вот так себя ведут, это нормально, если ко мне в гости приходят без звонка, и свекровь приводит всех своих подруг на Алтунгеню ко мне домой, я их всех обрабатываю в том плане, что там намываю дом перед встречей, потом я им чаи, кофеи ношу, я их вообще никого не знаю, по-турецки не говорю, я такая обслуга в своем же доме для каких-то незваных гостей, то они так и будут делать, они не знают, вот этой границы нет, ты позволяешь им это делать. Чтобы этого не было, надо не бояться и не стесняться говорить о своих желаниях, произносить слух, что тебе не нравится. Но не так, может быть, без наездов и так далее, и не обязательно через мужа, как многие советуют, ой, ты все через мужа решай, но пройдет это, к сожалению, заведомо плохая история, первое время это классно, да, муж много чего решает, помогает, но ты должна сама стараться, пытаться решать свои проблемы здесь, потому что за спиной мужа всегда удобно прятаться, и пройдет время, и ты привыкнешь, это очень удобно, комфортно, когда муж за тебя решает все проблемы. Но пройдет момент, либо муж скажет, слушай, ты меня уже достала, он спылит и скажет, мол, я задолбался, твои бабские какие-то разборки со свекровьими, с сестрами и так далее, с тетями решать, разберешь сама по-бабски, как бы, почему мужик в это лезет, будет абсолютно прав. Или просто будут какие-то моменты, когда тебе не понравится, как муж за тебя решает вот эту твою проблему, у тебя другой взгляд будет, ты здесь уже адаптируешься, поймешь и так далее. Мне моя знакомая рассказывала одну историю, я в историю вдаваться не буду, но момент такой, что был конфликт у одной женщины с соседкой, дошло до драки рукоприкладства, муж пошел типа а-ля поэйпил и так далее, но до полиции не дошел, хотя у нее были побои, то, что можно было зафиксировать и так далее. И ей стало, скажем так, обидно и неприятно, что, по сути, мужик ее до конца дела не довел, в полицию не обратился, не доделал это до конца, соседка ходит, там еще потом угрожает, и говорит, я тебе еще, короче, морду начешу, в общем, в сетей у них такая история, понимаете? То есть он не до конца ее защитил, претензия к мужу. И когда я спрашиваю, ты что-то сама-то не пошла, не сняла побои в полицию, зная язык, живя тут уже 15 практически лет, ну, мне муж сказал, не надо. То есть вот она, эта позиция прятания за спиной мужа, типа он решает у нас все вопросы, ты видишь, как решает? Решай тогда сама. И вот эта такая защищенная чересчур позиция, муж за меня решит, со свекровкой раз договориться, с гостями непрошенными договориться, расставить личные границы, нифига он их не будет с тебя расставлять, потому что это в зоне твоего комфорта, во-первых, это в твоей зоне интересов, это тебе надо, не ему. И ты потом вообще станешь безмолвной рывкой, даже выучив язык здесь, общаясь с людьми, у тебя будет это в привычке, за тебя что-то решат твои проблемы. Но будут решать, поверни, так, как ты хочешь, потому что у тебя появится свое я, ты здесь адаптировала, свой гонор и своя точка зрения на какие-то проблемы, ситуации, ты нигде, может быть, где-то как турки из Вежи, если ты не захочешь промолчать, и кто тогда виноват будет? А виновата будешь ты, но никак не твой муж. Потому что ты выбрала позицию, удобно пристраиваться, расколи, он за тебя все это решает, ну тогда и принимай его решение, а если не нравится, решай свои проблемы сама. Вот это очень такое болото, в которое девочки залазят, не оценивают, потом мучаются. Из-за этих потом, у меня знаете, сколько на консультациях вот такую тему поднимают раз, когда муж чересчур все делает, за тебя решает, а здесь вообще не адаптируешься. Ты язык знаешь, там правила, менталитет, тому подобное, а у тебя нет вот этого стимула. Твоё ощущение, знаете, ощущение складывается у женщины нереализованности, что её слово вообще в семье ни черта не значит. Это а-ля счастье, что ли, да? Жить в семье как-то, обслуга какая-то, но твоё мнение веса вообще никакого не имеет, и вот как видите, как по примеру, тебя до конца не защищают, как бы тебе хотела. И понять главное, что за этим страхом стоит то, что за всем этим стоит главный страх того, что если я скажу своё фи, скажу, что мне не нравится, расставлю свою границу, чтобы её не нарушали, меня муж, например, только начинаются отношения, мужчины муж не расписались, меня отправят домой, или я стану плохой, неугодной, меня не будут любить родственники его, меня не примут, меня будут там гнобить и так далее. Ну, можно дальше сидеть бояться, а последствия как может быть дальше, что ты будешь несчастной, в дискомфорте жить, будут нарушаться твои границы, тебе будут дома делать, не знаю, ты не будешь дома у себя хозяйкой, твое слово не будет там решающим, последним или ещё что-то. Если у тебя такая перспектива в кайф, сиди, бойся дальше. Но понимаешь, быть всегда в позиции удобного человека нереально, невозможно. Следующее правило в расстановке границ с турками, и самое главное, мой дом, моя крепость. То есть это же вытекающее из того, что не молчать о том, что если тебе что-то не нравится, не устраивает, кто-то пытается отодвинуть твою границу и сделать себе, в общем, так, как ты не хочешь, как-то навредить тебе, чересчур назойливым вниманием и так далее. Если ты уже не боишься об этом заявлять, что мне что-то не нравится, следующее правило, мой дом, моя крепость. То есть я решаю, кого я приглашаю в гости, кто ко мне приходит, свекровь, несвекровь и так далее. Очень много у меня уже видео на канале были у других блогеров, о том, как отвалить, как с людьми разговаривать в этой теме, чтобы люди, ну, скажем так, дать понятие, не поругаться, не оскорбить человека, что, как бы, может быть, там, его визит сейчас нежелательный. Это определенные нормы этикета здесь, поведения. Вы этому можете научиться и уже в процессе, когда поживете, поймете, почувствуете, кто-то вам может так же сделать, да, вы научитесь этому, и на это нужно время. Но вы должны понять, что в вашем доме вы хозяйка. Почему вас, многих девчонок, не смущает, да, когда мы, например, первое время живем у свекров или с родителями мужа, или мы только поженились, копим на квартиру, или, там, берем ипотеку и тому подобное, и когда мне пишут письма, вас это не смущает, да, вот, мне свекровь не дает ничего дома делать, только убираться, готовить я не могу. И она вообще говорит, одна хозяйка в квартире должна, да, на кухне одна хозяйка и тому подобное. Поучитесь. Она отстаивает свою личную границу. И она четко говорит, ну, как бы, вежливой форме не ругаясь, но она говорит, что я одна хозяйка дома. Вот в вашем доме и вы должны быть хозяйкой. И вы решаете, приходит к вам свекровь своими подружками Алтун Гюни провалить или нет. Вот если вы не упускаете этот момент, когда вы должны сказать свое нет, это ваш дом, это ваша ситуация, вы решаете, кто сюда придет. Это главная ошибка. Промолчать, не сказать, естественно. Здесь большинство людей не соблюдают личные границы, но до того момента, пока ты свою границу жестко не ставишь. Все это можно остановить. В сумме, самый классный момент, когда ты делаешь с самого начала отношения, когда только приезжаешь, у тебя возможность с чистого листа показать, как кто ты есть. Как бы, не надо одевать масочку хорошей, правильной девочке, которая не любит ругаться, хочет быть удобной. То есть вопрос-то здесь не в культуре и в турках, а в том, что тебе по каким-то своим личным человеческим моментам, причинам, хочется быть удобной, не отвергнутой, не чувствовать негатив, не ругаться и так далее. Здесь очень много людей, не культурно, не воспитанных, которые нарушают, и с детства их этому учат, нарушают чужие границы, они сторонятся только слово «аид», их может остановить, волшебное слово, и они никогда, если ты потупишь взор и скажешь, ну вот так вот, мне бы как бы, знаете, сегодня неудобно, и мне вот как-то с вами, ну я, наверное, знаете, не хочу, чтобы вы как бы на кофе не приходите. Алло, потупив взор вот так, никто на это реагировать не будет. Никогда. Это не «нет» по-турецки. Нет это, когда аиб и напористо, с таким тоном, в общем, не надо ругаться и орать, просто стоять на своем до конца. Поверьте, если вы отодвигаете какого-то турка или турчанку от своих личных границ, их чертите, это будет не раз, человек будет пытаться, потому что это нормально у них долбиться лбом в эту границу, пытаться ее обратно подадить, потому что ему просто, ну не уютно, не комфортно, он первое время такое испытывает, сопротивление какое-то, потому что все не против этого, а вы не такая, как все здесь, например, да? То есть, будет определенное сопротивление. И надо выстоять, не сдаваться никогда, самое главное, вам не сдаваться, не сдавать своих позиций, и все. И у вас все получится. Поэтому будьте готовы к тому, что турки будут нагло лезть, не здесь все воспитаны, здесь нормально в нашем понимании нарушать границы, у них это не граница, у них немножко другие они. Но вот так лезть и продолжать что-то делать, когда соседка тебе в 50-й раз лезет, там, не знаю, в гости домой и тому подобное, ну, вот так. Надо, значит, жестче свою границу выставлять и говорить ей об этом напрямую. Вот я к тому, что быть хорошей, удобной, это проблема низкой самооценки, а не менталитета, людей и так далее. У вас такие проблемы будут в любой стране, не только в Турции. В Турции вам еще хуже будет, потому что здесь люди границ не видят, они давят, лезут, продолжают что-то делать. Они остановятся только, когда ты им скажешь, так, стоп, я так не хочу. Тебя даже после этого, скорее всего, вот этой формулировки не услышат. И только вот здесь ты можешь сказать, Абла, я так не хочу, или там, или их, неважно кто, да, это АИП то, что ты делаешь, потому что ты не прислушиваешься к моему желанию. В моей стране так не принято себя вести, как ты делаешь сейчас. Вот это разговор, формулировка, культурная, приемлемая, нескандальная, турецкая, вот так тебя поймут. Если ты вот так составишь предложение и скажешь, а если вы будете сжаться вот так вот, потупив взор и говорить, мне так неприятно, никто это слушать не будет. Здесь очень много таких хабалистых, напористых людей, наглых, которые не прислушиваются. Им для себя на первом месте важны их удовольствия, их комфорт. Они свои границы, скажем так, блюдят, оберегают, а в чужие залазят. Имейте это в виду. Надеюсь, видео вам было полезным. Пишите ваш опыт, что вы скажете по личным границам здесь с Турцией, с турками. Задавайте вопросы, если хотите. Если у вас какие-то темы интересные есть для видео, тоже пишите. Я всегда оставляю свою почту под видео, в комментариях, там в инфобоксе разворачивайте. Вы можете написать на почту, записаться на индивидуальную консультацию ко мне. Пообщаемся с вами в скайпе, если есть вопросы, пишите. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.